Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. В сегодняшнем видео мы продолжаем историю про кухню. Я рад, что она вам понравилась. Кому-то понравилась, кому-то нет. Я видел, что вы писали комментарии, и я думаю, многим будет интересно продолжение. Мы уже закупили большое количество материалов. Это петли Blum и различные другие составляющие, шкафчики. Будем показывать, как мы это все собираем. Ну а в сегодняшнем коротком видео я хочу показать, как мы покрываем столешницу маслом льняным. И она приобретает красивый оттенок дуба, золотистый. И при этом свойства, отталкивающие воду, для того, чтобы не впитывать никакие загрязнения с поверхности. Давайте посмотрим, как мы это делаем. Сегодня наша цель будет покрасить столешницу, пропитать ее маслом. Довести вот от такого исходного состояния, это натуральный дуб, до вот такого состояния уже дуба под маслом. Для этого нам потребуется губка, немножко масла. Оно соединяется с скрепляющим компонентом. Тряпочка. Ну и заранее мы подготовили поверхность. Нам нужна была шкурка наждачная для того, чтобы чистить, зашлифовать двух видов. Чуть-чуть покрупнее и чуть-чуть помельче. Для того, чтобы поры открылись и впускали масло. Что мы делаем? Льняное масло, натуральный материал, оно экологичное и очень хорошо впитывается и не оставляет каких-то следов. Мы берем просто губку и размазываем равномерным слоем по всей поверхности. Расход не такой большой, поэтому мы аккуратненько, шаг за шагом, круговыми движениями, втираем это масло в поры, уже подготовленные за счет наждачной бумаги. Наша задача сделать так со всей поверхности. Это займет у нас, наверное, минут 20. Для этой столешницы подсохнет. Далить излишки тряпочкой. Ну, сейчас это поделку не будем, но в целом убираем. И у нас остается чистое масло и очень качественная поверхность. У меня она вот такая. Особенность нанесения масла заключается еще в том, что здесь невозможно слишком много его наложить. То есть нельзя повторно, даже если мы будем делать, оно не будет впитываться. Таким образом, слой за слоем здесь нельзя наложить. И у нас в любом случае получается однородная поверхность. Это еще очень полезно, когда у нас какое-то повреждение поверхности. Нам достаточно взять наждачную бумагу, протереть и дальше вновь пропитать маслом всю поверхность. И у нас будет однородный слой. Чудеса монтажа позволяют посмотреть, как у нас получилась поверхность после полной покраски. Столировали раковину. Готовы две зоны. Барная и зона кухни. А также столешница для барной стойки. Ну а как покажешь себя в эксплуатации, мы узнаем чуть позже.